Перелет из Якутска в Москву по заоблачным ценам. Такие тарифы в этом месяце предлагает авиакомпания Якутия, что возмутило многих желающих воспользоваться услугой, а Минтрансрегион и вовсе обратился в федеральную антимонопольную службу. В ситуации разбирался наш корреспондент Павел Танин. 40, а то и 50 тысяч рублей в одну сторону. По сравнению со среднестатистическими 10-ю, цена без малого внушительная. Но, как выясняется на деле, дешевые билеты на эти же рейсы также были в продаже. Правда, выкупить их успели те, кто спланировал свою поездку заранее. Каждая авиакомпания применяет гибкую тарифную политику. На каждую дату система сначала предлагает продажи, минимальные блоки мест по дешевой цене. По мере их выкупа, ближе к определенной дате вылета, вы получаете уже максимальные цены билетов. Допустим, на сегодняшнюю дату билеты на 26 августа примерно стоят на уровне 16 тысяч. Это вполне приемлемая цена. Но это не означает, что на 2, 3 или 10 августа таких цен не было. Они были, но были выкуплены пассажирами заблаговременно. Если говорить в процентном соотношении, то у той же Якутии на каждый рейс предусмотрено 30% субсидированных авиабилетов, 50% билетов в ценовом диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей, около 20% в диапазоне до 40 тысяч и оставшаяся часть билеты бизнес-класса. И, вероятно, на ближайшие даты в продаже остались только билеты последних двух категорий. Говоря об этом, стоит разобраться и в том, из чего вообще складывается тариф на авиабилет. Составляющая стоимости авиатарифа – это, прежде всего, стоимость аренды самолета, стоимость авиатоплива, которое заправляется в самолет, и стоимость аэропортового обслуживания и аэронавигационных услуг. Но как бы то ни было, Министерство транспорта республики отреагировало на ажиотаж вокруг цен на билеты и направило обращение в федеральную антимонопольную службу. Они-то и дадут точный ответ, а в объективности – цен на перевозку. Павел Танин, Владимир Павлов, Александр Жуков, НВК «Саха», Якутск.